Первые попытки профессионально заниматься живописью намечались еще в студенческие годы, но окончив институт, Алексей Раевский стал трудиться по профессии. В 1974 году он приехал в Сочи в командировку и остался здесь навсегда. Впоследствии архитектор принимал участие в возведении таких здравниц, как пансионаты Светланы и Нева, санаторий имени Ленина, санаторий Москва, а также ЖБИ, хлебзавод Адлер и многих других. Параллельно вдохновленной красотой сочинской природы он начал писать картины. В его работах можно узнать горы Красной Поляны, Черное море, заповедники и достопримечательности. Чем больше я вникаю в этот вопрос, тем интереснее мне становится моя работа, потому что она живая. Можешь писать с натуры, оно будет развиваться, это творчество. А когда пишут с картинок, с открыток и так далее, ну, картины могут получаться мертвыми в этом варианте. Они не трогают душу, как говорится. После выхода на пенсию Раевский стал участвовать в выставках сочинских художников. Огромную работу проделал художник над оформлением зала ожидания железнодорожного вокзала, который стал визитной карточкой Сочи. Также его работы находятся в частных коллекциях в США, Швейцарии, Германии и Чехии. В художественном музее его персональная выставка будет работать до 6 апреля. Продолжение следует...